Манолос, 44-й, Деройса, 16-й, Нанголан, 4-й, Пьянич, 15-й, Ильяич, 8-й, Дестро, 22-й и Турби, 7-й номер, Руди Гарсия, главный тренер Ромы, ну и, с твоего позволения, Егор, осмотрим эту атаку, которая может закончиться, и как раз Моралес, о котором я говорил, забивает мяч под самую перекладину, великолепное начало, Аталанта на первой минуте открывает счет, Вот и твоя философия оборонительная Да, совершенно верно, в первой же атаке Бергамаски открывают счет, но, собственно, я думаю, что это не противоречит отнюдь их философии, скорее всего, они и планировали забить быстрый мяч, потому что команда очень многих лидеров своих потеряла, практически весь центр полузащиты отличается от того, что был в начале сезона, и сил, возможно, не хватит и сыгранности в концовке матча, поэтому потрясающий, потрясающий удар Моралеса Он обратил внимание, как он здорово отскочил в момент, когда продирался к линии ворот Раймонди Моралес вот в этом эпизоде, конечно, очень здорово отклеился от защитников Ромы и отправил мяч под перекладину Красивейший гол, 1-0, я думаю, что останавливается, не получается с акцентированных по-настоящему навесов штрафной, которые были бы опасными, но теперь Пиянич уже разгоняет собственную атаку, команду своей команды, Ляич с мячом Будет пускаться в обводку, обводит двоих игроков, удар в дальний угол, гол! Гол! Какой потрясающий гол Адама Ляича! Обвел двух соперников и в дальний угол, как положил мяч! Вот что значит класс футболистов, вот что значит уровень мастерства Это потрясающий гол, я думаю, что этот гол не менее красив, чем мяч, который забил Аталанта Радуется всей командой Ромы, по сути ничего не создала, но тем не менее классом-то выше футболиста Ромы И во многом это и помогло им сейчас сравнять счет Ну заметь, Гарси вместо того, чтобы радоваться, успел воспользоваться этой паузой Подозвал Маноласа и что-то ему довольно агрессивно напихал, видимо, за те ошибки, которые молодой греческий защитник допускает Гол, конечно, классный, Ильяич на длинной паузе смещался, смещался и очень здорово пробил над ногой защитника в самый дальний угол угодив Манолас очень неплохо, в отличие от тех, кто из Англии приехал, действует в своей новой команде И несмотря на то, что мы же говорили, да, и повторяем, что... Это на его усмотрение, в принципе, эпизод, потому что умышленных там действий не было, пока Нейнгалан разгоняет атаку Ромы Ну же, отдай налево! Ляич мячом снова против двоих, Нейнгалан обратно, удар, гол! Гол в дальний угол! Нейнгалан забивает потрясающий по красоте мяч с Ляичем, вдвоем обыграли всю защиту соперника и обнимаются всей командой Конечно же, Рома наконец-то выходит вперед, она ожидала того, что будет вести в этом матче, возможно, на протяжении всех 90 минут Кто знал, что так тяжело будет отыграться против Аталанте? Посмотрите, с каким трудом сейчас нам покажут повтор С каким трудом они обыграли эту защиту, но тем не менее вдвоем, и снова больше похоже на то, что это была игра на классе А не какая-то комбинация Посмотрите, вот Нейнгалан вокруг себя нескольких защитников забрал Ляич обратно в дальний угол Но здесь Портьелло, конечно, я думаю, мог бы дотянуться А сейчас защитники как раз выстроились так, как будто они ожидали подобного маневра от Ляича, после которого он забил гол А он сейчас молодец, взял и пас выдал изумительный Нейнгалану И, на мой взгляд, одно из лучших приобретений Ромы в этом межсезонье Рома выходит вперед, действительно, за пару минут перерыва Продолжение следует...